А производится ли как-то испытание, когда крылья уже пристегнули у нас к самолёту, в расширенном языке? От какой стоимости начинает стартовать базовая комплектация самолёта с базовой авиалики для простого визуального полёта? Вот только за это можно переплатить для того, чтобы купить себе гидросамолёт. Сегодня мы находимся в Тюмени, в конструкторском бюро «Орион Авиа». Мы приехали в гости к Сергею Карпову, он является директором, главным конструктором этого прекрасного заведения, где выпускают прекрасные лодки с крыльями, на которых можно летать в прекраснейшие места нашей прекрасной страны. Как столько прекрасного! Пойдёмте вовнутрь. Сергей нам сейчас расскажет про своё небольшое, но уютное и перспективное производство. Будет интересно. Четырёх, так сказать, основных участков. Это механический у нас участок, где детали фресарные, металлообработка, сварка. Здесь непосредственно у нас сейчас на сборке ничего не стоит, но это непосредственно сборочная площадка, на которой собирается. Все агрегаты собираются уже в единый самолёт. Да, в единый самолёт. Ну, здесь одновременно можно до двух самолётов собирать. Ну, сейчас один выпустили, а второй только на сборочную площадку готовится. Вот от него здесь крылья и прочие плоскости. Да, готовые крылья. Вот они фактически ждут уже окончательной сборки. Ну, сейчас ребята у нас на аэродроме, там самолёт ремонтируют. Здесь у нас клёпальный участок. Ну, основные детали тоже собраны. Вот остались центропланы на стапелях. И самый главный стапель, на котором собирается крыло, это вот на заднем плане. А есть возможность показать клепальный-то аппарат, как это всё происходит? Это же на самом деле всё просто, но многие не понимают, насколько просто это происходит. Самый интересный момент, что клёпальные ребята забрали с собой молотки. То есть это такой инструмент, похожий примерно на дрель. Это обычный пневматический инструмент. Ну, вот пневматическая дрель, которая усиливается в отверстие под заклёпки. И такого же точно типа, только с другой головкой. Он по принципу сжатого воздуха приводится в отверстие, правильно? Там стоит у нас компрессорная, которая по вселенной нашему предприятию воздух годит в нужные места. Это вопрос, касаемый безопасности самолётов. Вот если мы можем себе представить, что это крыло, у крыла есть несущие лонжероны, несущие конструкции. Если где-то не прав, можно меня сразу поправить. Да, и если снять внешний обтекатель крыла, то это будет такая сетка, пересекающая друг друга. Клёпки идут примерно каждые полсантиметра, да, клепается самолёт? Ну, полсантиметра, это уж что, дещурка, конечно. Сколько клёпок в Орион ИСК-12? Примерно 8 тысяч заклёпок. Примерно 8 тысяч заклёпок. Я думаю, что если половина из них дадут ход, самолёту тоже ничего не будет. В общем, да, то есть всё сделано с большими запасами прочности. Ну, на стенах тут чертежи висят, если интересно. Ну, это чертежи общего плана, просто для ориентировки, что ли. Поэтому на вопрос, может ли оторваться крыло? Не может. Очень много заклёпок держит это крыло. Крыло, на самом деле, каждый комплект крыла сейчас просто тоже вот убрали. Вон там, большая железяка стоит, проверяется здесь путём статической нагрузки. То есть после того, как мы всё сделали, вскипали, всё собирается в специальный стапель, и крыло нагружается до перегрузки плюс 4. Каким образом это происходит, нагрузка? Ну, очень просто. Берутся кирпичи и по крылу раскладываются. Ну, там, по расчёту. А производится ли как-то испытание, когда крылья уже пристегнули у нас к самолёту, простым языком, прочности? Уже смысла как бы нет, потому что, как сказать, все абсолютно узлы, включая болты, которые будут стоять на самолёте, испытываются вот на этом самом стапе. Поэтому в авиации всё 33 раза проверяют, нежели чем полететь. На всякий случай. Здесь у нас участок изготовления стеклопластиковых изделий. Здесь же, короче, собирается, вот сейчас вот новый самолёт в кучку. Вот. Изначально все крупные и мелкие части, значит, в матрицах штампуются. Это матрица, внутри которой штампуются практически все изделия? Да, да. Потом из него достаётся, ну, то, что касается пластика, из него достаётся. И тут вот на этом стапеле он, это так, это кажется хлипко, на самом деле он стоит на бетоне, выверен тут всякими нивелирами там и так далее, уровнями, короче, изо всех сил. Самолёт сейчас просто прикручен к нему шури, к этому самому стапелю. То есть, сдвинуть или менять положение нельзя, и уже здесь непосредственно все они понивелируют, опять же, детали собираются, приклеиваются. Сборка самолёта, она мне иногда напоминает сборку детского пазла. Но в начальном этапе непонятно, что должно получиться. Куча отдельных частей, и на выходе, уже в самом конце, когда происходит окончательный этап сборки, самолёт уже начинает приобретать внешний вид. Но до того, как его не собрали полностью, очень сложно представить, не видев картинки, что он будет из себя представлять. Авионика вся импортная или российскую закупаете авионику? Или это исключительно по заказу клиента, что хочет? В основном, да, конечно, согласовываем с клиентом, но российская авионика, кроме приборов анироидных, практически нет. То есть, нечего ставить. Ну, то есть, если клиент захочет автопилот, вопросов нет, будет автопилот, конечно. Понятно, идём дальше. Так, ну, здесь у нас вспомогательные всякие помещения, типа раздевалки, столовые, лаборатории, конструкторского бюро. Вот с конструкторского бюро, то, наверное, это всё и начинается. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Самолёт, самолёт же начинается. Сначала с головы, потом с бумаги. Тут у нас Михаил Григорьевич волшебством занимается. Михаил Григорьевич непосредственно, я так понимаю, инженер. Инженер-конструктор. Инженер-конструктор. Вот это будет новая установка, вот на этой машине уже, думаю, будет полностью реализована. Ну, мы рассчитываем, что это поднимет аэродинамические параметры самолёта. Ну, это примерно так. То есть, всё, что сейчас вы показали, это... На данный момент занимаетесь импортозамещением. То, что закупали ранее за границей, будете производить самостоятельно. В какой-то мере, по крайней мере, от ресивера решено отказаться в пользу собственной операции. Это достойно. Мы тогда побежим, дальше отвлекать вас не будем. У вас очень серьёзная ответственная работа. Всё вам хорошо. Ну, тут уже непосредственно мой кабинет. Тоже основная работа, конечно, это конструкторская. Ну, на этой карте можно посмотреть все те места и точки, начиная от самых западных границ, качая. Я, ну, востоком Таймыра на севере и с ориенами на юге, где лично я побывал на наших самолётах. Вся Россия почти. Ну, ещё полкарты осталось нам немножко. Поэтому я сам вот как раз-таки с того конца, поэтому буду рад видеть в гости всегда. Приезжайте. Красивые очень фотографии. Это фотографии самостоятельно, да, вы делали? Вот это на нескольких, наверное, самолётах, да, летели? Или земли? На самом деле это снято с земли. Это фотография на плату Путарана, то есть я лечу на втором самолёте чуть сзади. А цель вот таких вот красивых поездок – это просто путешествие? Мы очень хотели побывать на плату Путарана. Здесь подвернулась работа на Таймыре по подсчёту дикого северного оленя. И оказалось приятное с полезным. То есть мало того, чтобы мы побывали в таких удивительных местах, ещё и нам за это деньги заплатили. И основные покупатели ваших самолётов – это, скорее всего, частные лица? Основные, конечно, частные лица были. ЮТР купил один самолёт, Тюменская правительство для авиационной базы охраны лесов купила один самолёт. На выпуск самолёта нужен год? Если считать от самого первого, так сказать… От момента заказа и согласования с заказчиком? Нет, ну это может быть разное. У нас есть какой-то задел, да, всегда. Но если брать вот с самого начала до самого конца один вот борт, он целый. 12 месяцев на рождение уходит. Какой процент деталей и составляющих импорт? У нас импорт не только двигатели и авионика. Риски Ротекс 912, да? Да, да, ну и авионика, ну там в основном Айком, Гармен, вот такие вещи. Процентов на 90 самолёт полностью отечественного производства получается? Да, всё полностью, весь планер сделан здесь непосредственно. От какой стоимости начинает стартовать базовая комплектация самолёта с базовой авианики для простого визуального полёта? Ну, на этот год где-то 4,5 миллиона. И основной вопрос, который беспокоит многих, почему самолёты-амфибии стоят намного дороже, чем простые самолёты? Ну, собственно, это элементарно. Амфибия – это же универсальный самолёт. Да. И любая универсальность стоит денег. То есть он позволяет как с земли летать и приземляться, так и на воду летать. И, соответственно, у тебя должны быть и шасси, в том числе обязательно убираемые, да, то есть, а это тоже деньги. И фюзеляж в форме лодки, он тоже сложнее, во-первых. Во-вторых, прочнее. То есть лодку изготовить, гидросамолёт, действительно по себестоимости дороже, чем... Чем сухопутно это, как только ты хочешь заниматься, скажем, авиатуризмом, у тебя возникает вопрос, куда тебе летать? Так вот, гидросамолёт, в частности, Амфибия, позволяет летать практически без ограничений, почти 800. То есть вода всегда находится, где-нибудь всегда можно найти себе площадку, по определению. Вот только за это можно переплатить, для того, чтобы купить себе гидросамолёт. Спасибо, что провели экскурсию. Мы поедем на аэродром, посмотрим живую самолёты, покажем, что на выходе получаются, какие-то красавцы. И, конечно же, полетаем. Погнали!